Всем привет! С вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Несправедливо будет обходить, который уже обзор стритфуда, не посмотрев на супешники. Потому что, во-первых, их здесь огромное совершенно количество, а во-вторых, это действительно достойно внимания. Помимо стандартного фобо, который мы и так уже кучу раз обозревали, смотрели, сегодня у нас вот два места, в которых готовят три разных вида супа. То есть это и лаубо, по типу фобошки, но другой. Крем-суп и еще какая-то штука. Ромка говорит, нужно ее тоже попробовать. Само собой, к сожалению, на улице у нас попробовать их не особо получится. Поэтому, как уже заведено, все покупаем и домой едем на регистрацию. Ну, если с первыми два супчиками все довольно скромно, они небольшие по объему, хоть разные и по вкусу, но обошлись они в 30 тысяч донгов, что, в общем-то, сродни цены одного фо. То, что касается лаубо, это совсем другое дело. Вот это нам нагрузили уже нормально, потому что это оказывается как будто бы хот-пот. Да не как будто бы, а хот-пот и есть. Хоть он и горячий, но ты приезжаешь домой и там уже готовишь. Здесь лапша, куча зелени, куча мяса, овощей и, естественно, много бульона. Все, нормальный затар у нас произошел. Кстати, это стоит 150 тысяч. Она, кстати, еще спрашивает такая, насколько вам вешать? Потому что можно вообще не ограничиться в цене и сделать хот-пот на большое количество людей. Так что вот мы взяли, грубо говоря, на четверых. Вот это 150 тысяч. Даже получается нормально по цене-то. Поехали дегустировать. Вот вернулись мы с закупа супчиков. И нас, честно говоря, дождик очень сильно отвлек. Вот он вроде бы уже подстих немножко, но и периодически все равно еще налетает. Мы были, да, хотели дождаться, чтобы он совсем стих, но я думаю, что мы тогда совсем в ночи уже будем снимать. У нас супешники на тестировании. Вот это обычные, которые попробовать, а вот это для хот-пота. У нас дома, само собой, как и у всех любой семьи вьетнамской, здесь есть хот-потошная, которая электрическая. То есть не нужно вот этого, как в ресторанчиках, значит, поджигать там сухой спирт или парафин, что у них там есть. А именно уже нормально, как говорится, по-семейному. Здесь даже хот-потошные продаются. Минутка перерыва, пока следующая волна пройдет. Для начала давайте посмотрим, что это за два супчика. О, они еще даже тепленькие, хотя у нас где-то, ну, часа полтора смело прошло с тех пор, как мы приехали и пытались дождик переждать, потом еще свет выставляли и так далее. Подожди, а это два одинаковых, что ли? Да, там один зеленый должен был быть. Что-то я смотрю, что там один суп стоил 12 тысяч донгов, а второй 15. И я ей даю 27, она такая, не, а, 30. Теперь понятно, она два по 15 отгрузила нам. Ну, я на всякий случай все равно сравню. Вдруг мало ли что. Тыквенный. Прям тыквой тыквой отдает сильно. Так, а это? И это тыквенный. Да, это одинаковый, короче, не буду я. Второй. Туин пускай погрызет. Что ж, давайте это посмотрим. Очевидно, с желатином загущенный. Вот это густота. Слушай, ну, на желатин они не скупятся, конечно. Кукуруза, вон, очевидно, плавает. Порезанная. Кусочки риса. Яйца много. Вот эти вот длинные полосочки. Это яйцо вбитое. Значит, тыквенно-желатиновый кукурузно с яйцом суп. Консистенция крайне необычная. Конечно. Вы знаете, если любите овощные супы, такие ближе как раз-таки к крем-супу, то это неплохо. Тыква прежде всего. Вторая. Это штука кукуруза здесь. Однозначно. Консистенция за счет желатина совершенно необычная. Как бы это по-сексически не звучало, но мне кажется, что это больше женский суп. Вот девчонкам почему-то вот такие вещи нравятся. Например, когда мы с Туин только-только еще познакомились, там первый год общались, она очень любила заказывать в ресторанчике крем-суп именно тыквенный. Просто вот такая жиденькая штука. Одну поварешку тебе в тарелку кидают, и ты как кашу ее ешь. Вот она прям каждый день чуть ли не заказывала. Сейчас она всякие мюсли ест. То есть, вот если, грубо говоря, тыкву с мюслями смешать, плюс сюда еще парочку овощичек накидать, ну вот эта штука и получится вполне себе. Какого-то мяса, вот Ромка говорит, что это крабный типа суп, вон это рисинки попадаются. Какого-то мяса нет. Я бы не сказал, что здесь особо какое-то мясо и нужно. Это хороший овощной супешник. Легкий перекус. Очевидно, крахмал чисто для текстуры задан. Но он, да, такое приятное обволакивающее свойство имеет, когда его прожевываешь. Это симпатичный супешник. Добавить особо нечего. Дешевенький, да. А порция, ну, у граммчиков, наверное, 250. Перерыв. Давайте теперь посмотрим, наконец-таки, в ход под, что нам за 150, 150, да, тысяч донгов нам накидали. Для начала, самые огромные пакеты. Вот это мои любимые головки лука. Тут еще и горяченькая снизу что-то. Тофу. Ё-моё. Так, нам нужны тарелки. Ну, это бульон. Он, кстати, еще горячий. Вообще огонь. И бульон, а так, ну, я бы сказал, литра полтора прям смело, а то и под два. Это очень неплохо. И давайте тарелки сейчас принесем и будем выкладывать все, потому что здесь, ну, во-первых, так есть удобнее, а во-вторых, действительно, чтобы полноценно посмотреть представительство того, чего нам накидали. Потому что здесь еще зелень и лапша там. Ё-ё-ё. Давайте потихоньку избавляться от пакетов. Если с бульоном действительно все понятно, поэтому я его просто сразу сюда залью, и как бы огромный лишний пакет у нас будет уже избавлен от того, что с ним придумывать делать. Господи. Ну, они надежно заматывают. Честно говоря, я, с одной стороны, всегда такой напрягающий, типа, да нет, недолго разматывать. Да, недолго нормально. Все, быстренько в кастрюлю сразу переливаем. Бульон-то густой, нажористый. Слушай, подожди, а у нас хватит это самое на весь... Кастрюли на весь бульон-то. Как раз-таки отмерено все под местные хот-потошные. Типа, вот мы тебе наливаем стандартную штуку, чтобы ты дома вот так вот сел, налил, короче, и у тебя прям полноценно. На четверых человек же, да, мы взяли, получается, хот-пото? Ну, кайф, кайф. Ну, вот это, как выглядит, так это прям фошный такой набор. Ну, что, получится у меня так же легко открыть, как и в предыдущем-то пакетике. Или опять мучение? Давайте вываливать и смотреть. Слушай, хватило бы еще одной миски-то, если честно. Давай-ка я для начала вот верхнюю часть... А, нет, тут все идет. В перемешку прям овощи, куча мяса. Не, ну точно, одной миски не хватит. Благо, их есть у меня. Я сейчас еще во вторую вывалю. Так, типа первая миска есть. И вот этот пакет уже оставшийся во вторую миску. Слушай, ароматов немерено. И мясо-то видов немерено. Это какая-то даже... Вот что это за часть? Палец? Походу. Вот Ромка мне за кадром подсказывает, что это все говядина. Соответственно, вот это жилеха, это просто кайф. Это, как это сказать, из хрящика то, что прям желе у него находится. Короче говоря, мы отдельно это пробовали. Это кайфовая штука. Что вот это, не знаю. Печенки кусок, да? Или ты думаешь, кровь? Это кровь. Ну вот. Да, похоже, да. Да, это не печенка, это именно что, кровища. Они ее так специально заваривают. И вот она такая получается. Так, хорошо, дальше. Немножко мяска. Именно что. Перемещайся сюда, смотри. Здесь, потому что представительство мяса немножко другое. Это, очевидно, желудок, да, его часть, как и, наверное, вот что-то вот это. Трипофобненько выглядит. Значит, дальше опять же леха вот это. Здесь мясо побольше. Вот они куски мяса. Ну, со вторым пакетом вроде хоть полегче будет немного. Для начала. О, я думал, одна, здесь две. Дешевские лапшички. Куча-прикуча травы. Давайте выкладывать, потому что здесь неоднозначная вся трава. Если вот это вот, простецкий шпинат, который у нас тут и сам растет по себе, как сорняк везде. То есть, это не проблема с ним. Так, а вот это? Ага, это васабный лист, да? Да. Сейчас я его кусочек попробую. Это он, однозначно. Очень вкусная штука для заворачивания всяких спринг-роллов, вот этого вот всего. Вот это травища тоже очень приятная на вкус. Ее, как это сказать-то, как собирают? Она на нашу пижму, короче, похожа, как растет. И ее тоже стоит употреблять в пищу, короче. Так, смотри, здесь еще несколько соусов. Вот такой соус. Это, видимо, как раз, чтобы какие-то спринг-роллы, что ли, делать? Это же вряд ли вход под добыл. А, я понял. То есть, ты когда ешь кусочек мяса из своей штучки, значит, из тарелки достал, и вот в эти соусы окунул. Так, раз, два, три. Разные соусы. Ничего себе, подожди, еще есть? Так, стоп, это еще не все. Ёшкин ты, кошкин. Ты посмотри. Острый, потом маринованный чеснок. А это, я не знаю, маринованный или свежий, наверное, свежий. Ну и да, представительство травы на этом заканчивается. Остается вот это вот совершенно тоже болотненькая такая приятная травка, которая здесь, она практически полностью исчезает в супе. Вот поэтому для хот-пота она тоже крайне подходит. Единственное, до чего я, наверное, немножко докопаюсь, что вот эту штуку, шпинат, они, ну, как бы хреново очень нарубили. Ну, то есть, вот такие листья, они, честно говоря, хоть и идут, а вот такие стебельки толстые уже не идут в еду. То есть, на самом-то деле, по большому счету, здесь нужно было бы сделать как-то вот так. Ну, еще пожухленький этот вообще не годится. Вот это все выкинуть, а вот это вот можно оставить. Это единственное, до чего я докопаюсь. Ну, если не сказать, что это богато выглядит, то я уж даже и не знаю, что сказать. По мясу все в порядке. Прям действительно много различных частей на любителя. Захотел, такую попробовал, захотел, такую попробовал. То есть, все нормально, все огонь. Значит, по траве тоже про соусы вообще молчу. То есть, я, честно говоря, думал, что к хот-поту как бы особо соусы-то и не прилагаются. А здесь их аж 4 штуки. Две из них, вот, значит, два очевидно одинаковых. Затем, все-таки, если докапываться, то я даже на всякий случай сходил, у Тунин спросил, а не Моннинг ли Грлори вот это? Она говорит, нет, это все-таки вот наша там трава, отдельная, другая, тоже шпинат. Моннинг ли Грлори просто водный шпинат. Но я ее уже настолько давно не видел, не трогал, что называется, и не ел. Хотя она здесь тоже растет на огороде, что я было даже засомневался. Но нет, все-таки я прав, это не Моннинг ли Грлори. Поэтому, да, по траве здесь разнообразие невероятное. Тоже, как говорится, вегетарианцу есть где разгуляться. То есть, хочешь хот-пот, берешь, я не знаю, там, вегетарианцы, лапшу эту едят, не едят. Можно же найти рисовую лапшу, правильно? И вот такой вот хот-пот, значит, себе заказать. Что же, врубаем по-быстренькому разогрев. Я думаю, что градусов на 200 там, а может и вообще на максималку. И будем потихоньку закидывать всякое. Ром, ты как к таким хот-потам относишься? Ну, изредка можно за компанию, прикольно. За компанию. А дома вы вот так не готовите? Крайне редко, может быть, раз в полгода. Ага. Ну, ты знаешь, на моей памяти последний раз, вот когда мы действительно тоже точно так же хот-пот какой-то подъедали, это было, наверное, месяца 2,5, а то и 3 назад. И, в принципе, ну да. Потому что хот-пот это обычно даже не для семьи, а для, значит, еще и гостей готовится. Ну, потому что теща, она... Вот это даже будет скромненько выглядеть по сравнению с тем, когда теща наготовит и здесь придут какие-то дядьки, тетьки и все подрязанно сидят, все угощаются. Ну, так, лапша-то нам, кстати, нам на дегустацию не понадобится. А вот эту нейтральную лапшу они кидают сюда, да, исключительно, чтобы тоже поднаесться. Поэтому сейчас мы ее пока отложим. А вот этим вот набором мы сейчас обязательно займемся. И нужны плошечки для соусов. Как мы их будем пробовать? Вот этот соус, это, конечно, выглядит очень подгорающе. Бульон закипел. Ух, сейчас камера запотеет. Будем закидывать всякого. Для начала, что по мясу-то? И я так без особого разбора буду хватать все подряд. Какое там мясо попадется, то и туда и загружать. Ну, я думаю, мяса для начала нам точно хватит. Разнообразия тут отличное. Ну, вот еще кровищу обязательно. Да, 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 вот так. Вот этого непонятного овоща или что там? Лучка, само собой. Без этого я никуда. Желирующих веществ. КТ. КТ не будем кидать. И, само собой, травы. Вот ее здесь кидают нещадное количество. Сразу же вот так вот в огромном невероятном количестве. Нет, вот все-таки вот эту Моннинглори, они... Это не Моннинглори, это шпината. Они плохо сделали. Надо нарывать его. Бульон, да, точнее, уже и супешник закипел. А я тем временем вываливаю соусы. Чтобы посмотреть. Ничего себе, какой густой. Слушай, а это вообще похоже на простой кетчуп, который здесь продается, нет? Походу, это он и есть. Мега крутой. Вот этот соусец тоже очень густой. И тут прям семечки воплоти, как говорится. Ёшкин кот. Так, теперь у нас здесь маринованный чеснок. Штука необычная. Вот все, кто сейчас попытался представить его вкус на вкус, вы ошибаетесь. Чеснок совершенно другой вкус здесь имеет, вот этот маринованный. И перчик, само собой. И самый большой пакет. Он даже целиком, наверное, сюда в мисочку, плошечку не влезет. Но необычный тоже соусец. Добавим. И говорится, да-да-да, это с тофу, ты, Ромка, прав. Ромка заранее просто за кадром говорит такое, это похоже на соус с тофу. Ну и по аромату совершенно сейчас понятно, что это, да, действительно он. Слушайте, у-у-у-у. Вот этот самый необычный, самый крутой соус с точки зрения колоритного вкуса соус. Это вонюченький тофу ферментированный. Казалось бы, берешь хот-пот, а тебе еще и вот сколько всего. Добавочек-то не кисло. Кинем немножко вот этого перчика в хот-потик, а? Я думаю, не стоит, потому что потом же у тебя будут все остальные его есть. Лучше себе в миску. Так, подожди, здесь все остальные всегда за остроту? Ах, ну тогда да. Здесь ты, наоборот, унизишь человека, если остроты не добавишь в хот-пот. Серьезно. Ну, я на самом деле... Давайте кинем чуть-чуть, пока у нас еще готовится. Ну, такого количества будет вполне себе. Слегонца так подкидаем. Ну и все, у нас уже, считай, тут все закипело, все хорошо. Все в порядке, бататик. Ну, вот самое главное, чтобы вот эти головки лучка чуть-чуть размягчились, потому что здесь вот как раз до их мягкости все, грубо говоря, и варится. В общей сумме у нас это где-то минут 7, наверное, максимум побурлило, поэтому уже вполне себе тут все достаточно и готово. Давайте накладывать потихоньку. Я хочу, естественно, всего понемножку попробовать за один раз. Не буду же я тут кучу-кучу времени все это пробовать. Давайте навалим. Для начала попытаюсь найти все те кусочки мяса, которые закидывали. Так, желирующее. Есть. Где там что у нас еще? Сейчас пока немного кидал, поэтому будет... Ага, желудок. Есть. Желирующее уже было. Где кровища какая-нибудь? Так, ну просто... Нет, подожди, это тоже как желирующее. Ну, давайте вот это вот картофан. Ага, вот кровища. Трава сама собой залетает в мисочку. И вот именно что мясо. Для начала просто мясо. Совершенно потрясающая говядина. Прожевывается отлично. Какая бы часть, я уверен, говядины здесь бы не была, они ее отваривают как фошку. То есть очень долго, до мягкости, полной мягкости волокон. И тогда да. Короче, к мясу не то, чтобы придраться. Знаете, как говорится, кто придерется, тот мой враг на всю жизнь. Кровища. Тут есть что сказать. Вот если куриная кровь, которую мы всегда тоже, когда тесть и тещи забивают курочку и сливают кровь, после этого они, значит, в мисочке такой на водяной бане, значит, ее готовят, получается тоже такая штука. И когда вот ее ешь, там вкус прям печенки-печенки. То вот здесь вот вкуса печенки особо и нет. По консистенции она напоминает слегка печенку, тоже разваливаться начинает. Но я бы сказал, что вот коровья, вот эта кровь, она уступает к куриной. То есть вот куриная прям вкусная, а это такая нейтральная штучка. Не противная. Не, ни в коем случае не подумайте. Противного ничего нету. Но вот с точки зрения именно вкуса, куриная уходит прям солидно далеко. И вот не исключено, что это как раз один из тех моментов, которые бы хорошо попробовать с каким-нибудь соусом. Для начала, например, вот этот кетчупчик. Я не особый знаток местных кетчупов, которые из бутылки. Но такое впечатление, что действительно они взяли обычный кетчуп и туда что-то добавили. То есть я не помню, чтобы здесь в бутылочках встречалось еще вот такое наполнение. Чеснок здесь есть. Остроты такое впечатление, что чуть-чуть еще больше добавили. Но и да, неплохо. У меня еще один кусок кровища остался. Я его хочу попробовать вот с этим мега-круто-острым, который здесь, конечно же, навевает особые надежды. Я, наверное, знаете, когда же сделаю, вот так вот положу и сверху тоже поднавалю. Вот. И вот это попробовать. Насколько крутой луковый аромат жареного лука у этого соуса. Сейчас проверим осноту. Не смерти подобно, но очень неплохо. И вы знаете, этот соус прям достоин внимания. Я не скажу, что он всем зайдет. Это очень мощный запах такого, знаете, жареного на грани горелого лука. Крутая острота. Значит, масло, очевидно, здесь тоже есть. Ну и еще что-то, видимо, накидали. Может быть, даже чуть-чуть чесночку есть. Это интересный соус. Прямо интересный. Что касается вот этого желе, которое в суставах здесь присутствует и так далее, этих коров, то это одна из моих любимых штук здесь. Серьезно, вот эту штуковину нужно пробовать, ну, не то чтобы в любом случае. И без всяких соусов она заходит. Это просто кайфовая вещь. Вот вы знаете, по консистенции это, пожалуй, одна из самых приятных, вообще вещей. Ну, можно сравнивать с каким-нибудь мясом, которое точно так же тает во рту. Но здесь еще небольшая такая жвачка, слегка резиновая, но когда челюстями чуть-чуть посильнее нажмешь, она такая раздавливается и расплывается. Это отдельное эстетическое удовольствие еще и для ваших челюстей. Это однозначно просто мой фаворит среди вот всего, наверное, набора. Ну, вот мясо тоже очень вкусное. Так. И, само собой, желудок. И вот этот вот желудочек, вот это его внутренняя стенка, по идее, да. Ну и сразу совместим, как говорится, две для обывателя неприятные вещи. Вот этот вонючий тофу и желудок. И хорошо, что я попробовал с этим вонюченьким тофу. Серьезно. Потому что этот желудочек... Вот как-то я его пробовал, но он был более хрустящий такой. Он на языке не очень только мне понравился. А сейчас он прям такой только расплывающийся желе. И вонюченький вот этот тофу. Ну, это спорная вещь. Вот серьезно, господа, это прям вот откровенно вам авторитетно заявляю. Это вещь спорная. Вот этот вот желудок, да еще и совместно с этим тофу. Они-то каждый по-своему спорный. Ладно, чтобы по-быстренькому до конца все проверить, нужно сам бульон попробовать. Тут добавить нечего. Это шикарнейший концентрированный бульон. Очень вкусный, очень много трав. Ромка, пожалуй, ты прав был, когда сказал, что он пахнет теми самыми травами. Потому что вот то, что мы добавили, да, наверное, на его вкус тоже что-то повлияло, но это бульон очевидно изначально уже на травах и на мясе, и на чем-то приготовлен. То есть они молодцы. И вот этот вот сладкий картофель еще. Картошечка рассыпчатая. Ничего с облывом. Короче, этот супешник, этот хот-под на вечер для семьи, да, это то, что нужно. Каждый любую часть себе выберет. Что можно сказать о здешних супешниках? Конечно же, ни в коем случае стороной их обходить нельзя. И в том числе не только попробовать там, в ресторане, где, когда это все закончится, конечно же, заходите, пробуйте супешники. Особенно в местных забегаловках. Потому что в Муйне там вам и фошку, честно говоря, такую, к середнячковую подадут, если это мягко еще сказано. Поэтому за супешниками, да, в любом случае, практически все здесь можно пробовать. Я еще не наткнулся, по-моему, ни разу на какой-то супешник, который мне просто не понравился. Но что касаемо отдельно вот этого хот-потика, который там на заднем плане завлекательно еще бурлит, мне очень и очень это понравилось. Во-первых, действительно, это на кучу людей. То есть вот эту хот-потошную можно здесь купить вообще за копейки. Если вы даже на две недели приехали, вот такой вот семейный ужин, вечерком или с друзьями вместе, можно себе устроить. Заехали, купили за 150 и готово. Да, кто-то скажет, типа, я в ресторан лучше схожу, зачем мне вот этот хот-потошная. Но люди-то ведь разные, поэтому кому-то захочется именно вечерком вот так вот вместе в семейном кругу посидеть и вот такую штуку необычную здесь состряпать. А это можно запросто 150 даньков. И, наверное, вот этот хот-потошная стоит еще 500 максимум. Короче говоря, это замечательно. Супешники, здесь огонь. Ну, а с вами был Константин для подписчиков Костян. Всем пока. Даже несколько прервемся. Котэ, ты зачем ходишь вытираешься от меня? Вот ты посмотри, как замотано. Капец, это же не откроешь вообще никак. Хвостик? Это что же за коровка-то была? Хвостик. По что такую загубили, а? Субтитры сделал DimaTorzok